Всем добрый день! Сегодня на канале, по-моему, это блюдо называется, правильно, гречка по-купечески. Я потушила говядину. Сейчас обжарю лук с морковкой. Сегодня делаю всё по-быстрому. У меня через полтора часа ресницы, мне надо всё успеть. И сегодня меня ещё Люда пригласила в гости. Нужно всё успеть. Всё, сейчас выпережариваем лук с морковкой. Потом добавляем мясо. Тоже 5 минут вместе оно у нас там потушится. Гречку заливаем водой и под крышку на 30 минут. И быстро, и полезно, и вкусно. Сегодня не придётся взять отдельно готовить, девчонкам отдельно готовить. Сегодня так. Один обед на всю семью. Я ещё добавляю, я ещё добавляю, ну, грамм 50, наверное, сливочного масла. Кашу масло не испортишь, тем более купеческую. Сейчас чуть-чуть масло потопится, и мы добавим мясо. Ещё пару минут. У меня терпения нет, я сегодня опаздываю. Сегодня делаю всё так по-быстренькому, чтобы везде успеть. Завтра мне с утра нужно маме ногти сделать, потом в 2 часа у меня ногти. И всё, вечером в аэропорт. Всё добавляю в кашу мясо. Солим. Перчим. Вымешиваем. Сейчас пару минуточек, гречку засыпаем, и готово. Добавляем гречку. Я её уже промыла, она у меня уже стекла. У нас раньше бабушка гречку всё время жарила. С луком, пережаривала, а потом в воду добавляла. Мы с Кариной так не делаем. Заливаем водой. Убавляем огонь. Через 30 минут наша каша будет готова. Так, всё, прошло ровно 40 минут. Наша гречка готова. Как раз лолиточка пришла, сейчас лолиточку буду кормить. Всем, кто обедает, всем приятного аппетита. Обед приготовила. Сейчас быстро нужно на голове что-нибудь сделать. Я к Люде в гости собираюсь, как на свидание. Попозже. Сейчас быстренько утюжком протянем. Глаза не красила, потому что сейчас на реснице. Уже с ресниц к Люде. Погода у нас. Видно? Солнышко. У меня у Лолитки волосы прямые. Она их постоянно завивает. Я говорю, Лолит, мы с мамой вытягиваем, а вы с любимкой завиваете. У любимой тоже. У любимой тоже. У нашей прямые волосы. Ну, у девчонок прямые волосы. А мы с Каринкой волнисты. Девушки всегда, да? Всем недовольны. Прямые мы завиваем. Волнистые мы выпрямляем. Сейчас я быстренько. Я покрасилась. Три дня покрасилась. У меня уже такое впечатление, как будто я две недели хожу. И так быстро волосы растут. Волосы растут и ногти. Ногти, думаю, какие сделать. Опять красные или белые? Или короткие и красные? Или оставить длину и сделать белые? С длинными ногтями я вообще не люблю ходить. Буду в Москве мучиться с длинными. Ну, не знаю, завтра какое настроение будет. А у меня настроение всегда только на красные ногти. Посмотрим. Все, я за 10 минут вкладываюсь. Все, сейчас берем масло. Я сто раз уже показывала. Всем блондинкам, как правильно вот так показать, крашеным блондинкам рекомендую. Мне очень нравится это масло. Оно еще с таким ненавязчивым, легким ароматом. Сладеньким. Что-то вот тут мне не нравится. Квадратная голова. У нас была одна такая в салоне, когда работала. Клиентка все время придиралась с девчонками. Вы мне сделали квадратную голову. Вы мне сделали квадратную голову. Так и я сейчас. Все. Я побежала дальше. Все, моя мечта сбылась. Я села рядом. Не за руль, а рядом. Все, я на реснице. Потом так вот покажу мои лысые глаза без ресниц. Я приехала, наверное, чуть-чуть пораньше. Сейчас подожду на реснички. Без ресниц глаза как будто лысые. Сейчас буду хлопать. Как мне понравилось. И то, что час, ровно час делала Анечка, меня вообще не напрягало. Очень быстренько. Мне кажется, очень красиво. Все, я глюда-люда. Мне уже там написывает, написывает. И себе не осталось. Тоже она мне очень понравилась, но себе я ее не оставлю. Еще раз покажу ресницы. Такие красивые. Такое, она как чайник, короче, поняла? Вот так, это так прикольно. Мне так она понравилась. Все удобное, все. И варится долго. Ну, как положено. Красиво. Кофе сейчас будем пить. Сегодня я буду нарушать все. Сейчас покажу. Будет быстро их по полосу. Хорошо. Посмотрите, Люда, как красиво накрыла. Главное, это вилка ножек. У нас все будет по-культурному. Витер-спорт. Как в лучшем ресторане накрыла. Смотрите. И нарезку, как красиво, профессионально. И сыры. Ой, я люблю сырную тарелку. С орешками. И шпажки какие красивые. У нас сегодня, короче, с Людой. Валентина в день. Интересно, вот это вот я не очень люблю. Ну, ничего. А здесь... Ой, здесь зефир. Короче, все, как я люблю. Моя девочка постаралась. Это провод. Мои проводы в Москву. У меня есть вот такая кружка. Конечно, кружка. Такой чашечек. Мне таких 5 чашечек. Да, нет. Это что такое? Это я у нас... А, это... Это с батарея. Чурик. Мы плавно от просека перешли к зефиру. Да, нормально. Такая кофеварка красивая. Если бы зять не купил бы кофемашину, я бы тоже такую купила. Музыка какая-то. Красиво. Самый вкусный кофе. У нас дома тоже такой кофе. Но если в турке варим, если зерна, конечно, Ромка там какой-то... Не, вот тут тоже нормально варится. Ты пробовал? Пенка есть? Да. Что ты ищешь? Мало. Мало поделить ножницы. О, у нас тут все сегодня так вкусно. С медом. Уже все ушли с работы. Мы все, для самой последней. Сейчас нам тоже выгоним. Восемь часов закрываются. Мы просто в торговом центре. Не снимаю, потому что тут музыка, авторские права. Люда меня сегодня провожает в Москву, да? Мы в таком вкусном месте. Едим-сим-камен. И хорошо дыхаем. Даже не верится, что я завтра уже буду в Москве. А по приезду с Москвы людьми... То есть Карина организует медовидный. Будет мастер-класс. Да. Самый вкусный медовид тут Карина печатает. Все. Отключаюсь. Так хорошо время провели, да, Люда? Сидели до 8. Люда работает до 8. Сидели у Люды на работе. Папа. До 9. Да, до 9. Потом мы пошли дальше отдыхать. Потому что я мало на погоду. Все, музыка мы отключаемся. Закончен. Певица уходит. Всем большое спасибо за внимание. Увидимся завтра. У нас был Сусо Павлиашвили. А это кто, Люд? А я не знаю. Какие-то знаменитости, мы их не знаем. А, это тоже Сусо. Это Эва, я тоже не знаю. Напишите, кто знает, какие знаменитости. Мы их не знаем. Я кроме Сусо никого не знаю. Вот этот самый знаменитый мужчина. Момон тот с Шишукат. Его все знают. Да. В Дигорске.